От суммы и от тюрьмы не зарекайся. Это выражение знает практически каждый, но вот представление о том, как живется тем, кто все-таки попал в места не столь отдаленные, есть не у всех. Как реализуется принцип гуманизма по отношению к иступившимся, могут узнать правозащитники, представители общественности и журналисты. Для этого Управление Федеральной службы исполнения наказаний проводит пресс-туры по подведомственным учреждениям. Три богатыря. Символ исправительной колонии номер три. По задумке автора они символизируют гуманность, справедливость и законность. Нередко об этих составляющих человек вспоминает именно здесь, уже в качестве осужденного. В храме великомученика Дмитрия Солунского осужденные каждый день проводят службы. Дважды в месяц на специальных занятиях изучают Евангелие. Большая часть икон написана в стенах казенного учреждения. Нередко именно здесь открываются таланты. Основной целью данного мероприятия было показать людям, обществу, чтобы они убедились, что на сегодняшний день уголовно-исправительная система – это уже не та страшная гулаговская система, как принято ее показывать по телевидению где-то там в некоторых средствах, что это уже далеко не тот гулаг, что те люди, которые отбывают наказание осужденные, уже имеют достойные условия проживания. Одеты, обуты, сыты, помыты. То есть основная задача, я еще раз повторяюсь, это не лишить их каких-то благ, а именно изоляция. У осужденных есть жилье, работа. Здесь они получают свое первое или дополнительное образование. Самые востребованные специальности – швей, электромонтер, повар, сварщик. Приобретенные навыки они закрепляют здесь же. В колонии есть два крупных предприятия по металлообработке и деревообработке. Швейный цех, евровагонка, брус, кованые изделия, одежда – востребованы не только на рынке Чувашии, но и в других областях. По результатам прошлого года выпуск продукции составил почти 77 миллионов рублей. Зарплата отбывающих наказания – в среднем 300 рублей в день. Могу сказать, что часть осужденных или большая часть осужденных, которые прошли работу или работали в нашем подразделении, трудоустраиваются, работают. И, в принципе, некоторых я встречаю и говорят, с благодарностью вспоминают, что именно работа очень сильно, она, как сказать, реабилитирует, помогает им в дальнейшей реабилитации на свободе. В колонии трудоустроена большая часть осужденных, а это более 500 человек из 705. Одним из престижных рабочих мест является столовая. Она оснащена по последнему слову техники. В чанах вместимостью по 300 литров уже готова еда. Суп, огурцы и поджарки. У нас по технологичной карте готовы. Какое блюдо любимое? Второе блюдо пюре. Столовая. Повара все трудоустроены, из числа спецконтингента, имеют специальное образование, все обучат по специальности повар, имеют личные медицинские книжки. Санитарное состояние и здоровье поваров ежедневно контролируются медицинским работником. Как бы ни был обустроен быт и досуг осужденных, главное испытание – это отсутствие свободы действий и близких рядом. Плюс строгая дисциплина и постоянный контроль. В этой колонии отбывают срок лица, неоднократно совершившие преступления. Но если кто-то твердо решил встать на путь исправления, стимул есть – условно-досрочное освобождение. Татьяна Филатова от Неркарсаков, Республика.